Игорь Сверидов С его преимущества у Игоря стоит с электроакустики, позволяющая в реальном времени переключать акустические системы, что весьма удобно при сравнении. А этим, к сожалению, сейчас могут похвастаться далеко не все. Как раз на прогреве стояли три модели Revival Audio, и естественно, настроив проигрыватель DD8, мы начали прослушивание на этих породистых французах. По этому поводу я задержался примерно на 2,5 часа, ибо оказались они довольно интересными. Я вас приветствую, друзья, и предлагаю к обзору сразу три пары акустических систем бренда, две из которых мониторы серии Atalante, небольшие полочники тройки и старшие пятерки, а также представители домашней хай-фай акустики напольники Sprint 4. Revival Audio молодой бренд, основанный в 2021 году, однако Дэниэль Эмман, главный инженер и соучредитель компании, человек с 30-летним опытом, который принимал участие в разработке таких акустических систем, как Focal и Dino Audio. Так вот, набравшись опыта, наигравшись с топовыми акустическими системами типа той же Grand Utopia, Дэниэль решил воплотить все свои инженерные мысли в своих творениях и учредил свой бренд. Что же из этого получилось? Удался ли дебют? Об этом и поговорим. Я назвал акустику породистой, поскольку не только сам бренд родом из Франции, но и произведена акустика там же на родине, чем, к сожалению, не все бренды в наше время могут похвастаться. Помимо акустических систем, оглашу весь сетап. За усиление отвечали американские усилители Aeroacoustics, пред К5XE MP и оконечник V5XE. Обвязка кабелями кубала сосна, а в роли фонокорректора выступил Unison Research Simple Fono. Также послушали не только винил, но и цифру через ЦАП и сетевой плеер Aeroacoustics QX8. Вообще из всего этого богатства мне знаком, пожалуй, только проигрыватель с головками артофон и шур, а также фонокорректор. То есть, по сути, это не чистый тест акустики, а системы в целом. Но учитывая, что три модели АЭС тестировались в одинаковых условиях, то многое о них понять не составило труда. Кстати, когда я впервые увидел фонокорректор, подумал, что это одна из схемотехник EAR, но был неправ, поскольку, во-первых, здесь у нас и питание вынесено отдельно, а во-вторых, ламп не 3, а 4. Должен сказать, хороший аппарат класса А с нулевой обратной связью и возможностью выбора импеданса. И хоть по достоинству его, ну как вы понимаете, оценить не удалось, ввиду недорогих головок типа MM, но потенциал прочувствовал сразу. Что под технологическим изюминком Revival Audio, динамики собственного производства, никаких сторонних разработок. Отсюда фирменные технологии и патенты. В частности, в низкочастотных динамиках впервые, ну как уверяют, использованы сэндвичи из базальтового волокна, которые превосходят хваленый кевлар как по прочности, так и по легкости. На ВЧСЧ динамиках мягкий купол со специальной пропиткой и системой ARID, отвечающей за рассеивание и поглощение тылового излучения. Хитрая система, заключающаяся в строении динамика, в котором используется закрытая конструкция с дополнительным рассеивателем в тыловой части динамика. Звучит обнадеживающе, хотя простому слушателю, возможно, и малопонятно. Грилли в наличии, но их мы не использовали, а на деле исключительно для демонстрации. Слушали без них, хотя в серии Sprint передняя панель Electron тоже вносит свои коррективы, оптимизирует дисперсию, дифракцию и направленность. Вообще, выглядит симпатично. Ладно, технологии технологиями, но как же все это дело звучит? Напомню, что две из трех акустических систем это мониторы, к которым у меня особо привередливые отношения. Не всем понятен мониторный звук, поэтому обо всем по порядку. Первое, что впечатлило, это массивные 12-дюймовые низкочастотные динамики на старших пятерках с внушительными резиновыми подвесами. Собственно, тест я начал именно с них. Шоурум имеет правильную акустическую обработку, что тоже отнесу к существенным плюсам. А Папа Хэт на стене, ну как бы намекает, что нельзя просто так взять и не послушать последний альбом Металлика. Ну а почему бы и нет? Ведь на многих мониторах рок и металл как раз играет суховато. Первое впечатление. Минут 15 нужно было привыкнуть к системе. Не щадя ее, я поддавал мощности, также слушал и на комфортной и небольшой громкости. Сразу стало понятно, что Аталанты отлично раскрываются на мощности не менее 30 ватт, в идеале поболее, и пятеркам необходимо немалое помещение. Это я к максималистам, что не стоит их ставить в маленькую комнатку, особенно вдоль длинной стены. При переключении на младшие тройки я в этом удостоверился. Малыши вот отлично вписались в систему, при этом не ощущается какой-то прямо ущербности или неполноценности в звуке. Серьезные полочники, которые способны озвучить не только небольшие площади, но и немалые комнаты. Акустика очень детальная, честная, абсолютно не сухая. С правильным басом, очень четкой серединой и прозрачностью в верхнем диапазоне. Причем бас не бубнящий, а как раз именно правильный, и его вполне хватает. Дело в том, что погуглив интернет, набрел информацию, что Дэниэль, как разработчик, как бы странно это ни звучало, особое внимание уделяет не только легким диффузорам, но и клею. А точнее его количеству, которые служат для приклеивания диффузора к подвесам. То есть были приведены какие-то ювелирные расчеты, которые показывали влияние его количества на звук. То есть грамм больше, грамм меньше влияет на качество звучания, что и неудивительно, поскольку вес подвижной системы архиважная вещь. Причем, как вы, виниловоды, знаете, не только в динамиках, но и в головках звукоснимателей. Отсюда, видимо, и отличный результат в звучании АЭС. Учитывая отсутствие акцента, я бы сказал, амплитудно-частотная характеристика на слух практически ровная, акустика мультижанровая. Но, повторюсь, хоть это и мониторы, нет излишней крикливости и сухости. Звук не надоедает и не утомляет. Хотя фактор привыкания, как я уже и сказал, какой-никакой, но есть. Воспроизводимый частотный диапазон до 22 кГц. Для пятерок нижний предел 28 Гц, для троек 44. Чувствительность 89 и 87 дБ, соответственно. По импедансу. Малыши 6-омные, пятерки на 4 Ом. Акустика фазоинверторного типа. Порты расположены сзади. Внизу клеммы для подключения. Причем их всего две. То есть никакой эзотерики. Мое почтение разработчикам, которые уверены, что именно такого подключения колонкам будет достаточно. Отделка и подгонка на высоте. Натуральное дерево. Смотрится изящно. Корпуса жесткие и при простукивании не звенят. Чего уж говорить, вес пятерок аж 33 кг. Что насчет младшей линейки Sprint? В нашем случае это четвертая модель. Две с половиной полосы, которую наследовало от старшей линейки Аталанта немало технологий. Низкочастотный диффузор из базальтового волокна. На ВЧ система поглощения АРИД. Также топология кроссовера. А из отличий в линейках разные высокочастотные динамики, магнитные системы и корзины низкочастотных динамиков. Ну и конечно современный дизайн. Причем к его разработке, так же как и к серии Аталанты, приложила руку французская компания, которая получила немало наград. Внешний вид более привычный для современного аудиофила. Отделка виниловой пленкой. В составе пара 7-дюймовых эсченча динамиков и так же твиттер с мягким куполом. По звуку они в корне отличаются от серии Аталанты. Скажем так, имеют более привычный одомашненный хай-фай звук. С одной стороны, это замечательно, что компания сразу выпустила разные акустические системы, адаптированные для разной категории слушателей. Но давайте честно, сравнивать топовые колонки с начальной линейкой не совсем корректно. Поэтому переключившись на спринт, первое впечатление, Аталанты мне ближе по звуку. Нет, спринт тоже классный, довольно детальный, разве что середина на них менее акцентирована, что и неудивительно. Ведь по характеру они совсем не мониторные. Чувствительность их равна 89 дБ, частотный диапазон от 45 Гц до 22 кГц. Эта модель более утонченная и привычная, хотя тоже имеет свой характер. На фоне многих конкурентов более ровная без явных акцентов. Тем не менее, уж насколько я привередлив к мониторному звуку, Аталанты прямо понравились. В них есть жизнь и ощущение, что вот он, настоящий звук, который хочется слушать, пролистывая любимые треки снова и снова. Нет, я конечно не скажу, что за 2,5 часа я переслушал все, что хотел, но что бы я не включал, я был приятно удивлен. Очень рекомендую послушать ревайвл аудио. Вслепую брать не стал бы, а вот послушав и решив для себя, что ближе по характеру, думаю, это верное решение. По поводу дизайна. Отличная попытка угодить как любителям винтажа с полноценным форм-фактором и большими басовиками в олдскульном исполнении, но также не забыли и о современных хай-файщиках, любителях утонченных столбиков, которые играют, скажем так, более адаптированно для наших с вами комнат. При желании можно докупить оригинальные фирменные стойки. Стенд 5 для Аталанты 5, Стенд 3 для Аталанты 3 и Спринт 3. Резюмируя, Аталанты 5 могут работать в обычных жилых помещениях, но результат работы в подготовленных помещениях раскрывает весь потенциал акустических систем. Но, как альтернативу, в компании выпустили младшие тройки, которые, несмотря на свой небольшой размер, очень хорошо вписываются в системы как в малых, так и в средних по габаритам комнатках. Еще один важный момент – это усиление. В моем случае усилитель Aeroacoustics без проблем раскачал обе линейки, но учтите, что связка этого преда и мощника стоит что-то около миллиона трехсот тысяч. К чему я? Акустика хоть и не тугая, но и не из самых легких воздушных, поэтому хотя бы по 150 ватт на канал им не повредит. Какой усилитель для них нужен? С лампами не слушал, хотя ламповость в этом тракте более чем обеспечил фонокорректор, но все-таки мне кажется, что подружить Atalanta лучше с лампами, и не стоит удивляться вышесказанному о мощности. Ламповые 50 ватт – это вам не транзисторные. Повторюсь, не слышал, но что-то мне подсказывает, что ламповое усиление придаст еще больше теплоты, чуть завуалировав мониторность. Хотя, откровенно говоря, вот прямо мониторами я бы их не назвал по характеру. Слишком они хороши для мониторов, ну а точнее я бы даже сказал, что они сочетают в себе плюсы мониторов и хорошей домашней акустики из 80-х. Причем, слушая Revival, понимаешь, что это high-end, при этом по нашим современным меркам и стереотипам стоимость за пятерки в 640 тысяч рублей не столь заоблачная. Вы просто посмотрите, сколько сейчас стоят пародистые мониторы такого же класса. То есть, при такой цене они вполне конкурентно способны. Ну а кто не страдает максимализмом, обратите внимание на тройки. Сейчас их цена почти вдвое меньше. За Sprint 4 сейчас просят 260 тысяч рублей. Напомню, для объективного сравнения рекомендую приехать к Игорю в шоу-рум. За 15 минут вы поймете для себя все то, что я пытался вам сегодня донести. Координаты и контакты будут в описании. А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, конечно, самое главное, будьте здоровы. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok